Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Хаммерсы снова делают погоду на фронте, а оккупационная саранча взвыла не только о том, что эти же хаммерсы бьют еще и по Белгородской территории, но, похоже, прилетает и по Курской. Причем, по данным Z-каналов, прилетает очень-очень успешно. Российскую технику там поразили прямо на марше. Ну что ж, обо всем по порядку. Итак, сегодня стало известно, что хаммерсы накрыли место базирования оккупантов в Солидаре, что под Донецком. Сами оккупанты в своем паблике рассказали, что вследствие удара был уничтожен эвакуатор-тягач, транспортная мастерская ТРМ-80, ну а точнее она предназначена для ремонта танков, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Ну а среди личного состава четыре убиты и семь ранены. Как вы понимаете, хаммерсам в данном случае должна была бы противодействовать система РЭП России, но вместо противодействия, похоже, ее и саму уничтожают. Хаммерсам же на ваших экранах сейчас это недавнее применение хаммерсы вот по этой самой системе РЭП. РЭП-житель на ваших экранах уничтожается благодаря JMLRS Хаммерса и наведению с дрона ШАРК. Интересно и то, что работают дроны ШАРК, хотя не должны были бы работать в связи с активностью этой самой РЭП. Ну и разумеется, не менее интересно то, что JMLRS точно поражают эту систему. На самом деле РЭП это ключевой компонент России, который реально меняет ход войны. И если уж они уничтожаются, то тогда что же дальше будет с российской армией? Российская армия делала ставку всегда именно на РЭП. Они отклоняют украинские ракеты и высокоточные снаряды. Но, как стало недавно известно, западные партнеры модернизировали JMLRS Хаммерса и в результате теперь они все чаще работают так, как будто бы никаких РЭП не существует. Более того, они сами, как вы видите, приводят к тому, чтобы РЭП и не существовали. А вот следующий кадр успеха Хаммерса на фронте, который был сделан совсем недавно. В данном случае JMLRS поражает станцию Зоопарк, а это уже контрбатарейная станция. То есть это та станция, которая обеспечивает для врага возможность выявлять украинскую артиллерию и поражать ее. С контрбатарейкой у россиян всегда было не очень хорошо. Ну а по мере того, как Хаммерсы выбивают вот такие контрбатарейные станции, будет еще хуже. А вот еще одно недавнее видео. Хаммерсы уничтожают загрузочную машину для урагана. Я напомню, что ураган это что-то отдаленно напоминающее Хаммерсы, только знаете, как в том анекдоте. Не тысяча, а сто тысяч и не выиграл, а проиграл. Вот и с ураганом также. Дело в том, что главный недостаток урагана по сравнению с Хаммерсом это отнюдь не только его чрезвычайно низкая точность, но еще и тот факт, что он сам не может огрузить себе ракеты. Ну так вот эти ракеты грузит специально отдельная машина. Вот представьте, если бы за Хаммерсом необходимо было бы тащить еще и вот такую загрузочную машину. Ну советская и российская есть советская и российская. Что же вы хотите? Короче, Хаммерс уничтожает вот эту самую загрузочную машину прямо с ракетами для урагана. И она взрывается, и таким образом ураган остается без вот этой загрузочной машины, а следовательно для него осложняется логистика. Ну и, как вы понимаете, помимо прочего, это еще один удар в целом по РСЗО России. Дело в том, что РСЗО оказалось самым слабым местом у россиян. Казалось бы, вначале они делали ставку именно на РСЗО, но потом эти РСЗО одну за другой начали выбивать. И вот уже совсем немного осталось машин именно вот этого типа. Часто можно услышать, что у России никогда не закончится техника. Но на самом деле, через 27 месяцев после начала войны выясняется, что заканчиваются МТЛБ, заканчиваются, как теперь выясняется, и грады, заканчиваются и ураганы. А что вы действительно слышали по поводу ураганов, по поводу смерчи, по поводу градов? Вот ТОСы иногда в редких случаях стреляют, но ведь и ТОСы тоже выбивают. Как минимум, согласно видео подтверждениям только, выбито не менее 25 вот тех самых солнцепеков, термобарических систем. Ну и вот теперь еще минус одна. Именно благодаря Хаммерсам, то есть другой, американское РСЗО, что называется РСЗО здорового человека. Высокоточное, мощное и, разумеется, логистически эргономичное. Ей не нужен вот этот самый транспортно-заряжающий момент, как это происходит у урагана. И это, конечно, еще и дополнительная слабость урагана. То есть, когда вам нужно две машины, а не одна, у вас больше шансов, на самом деле, потерять в целом всю систему, потому что у вас в два раза вырастают все риски. Убьют или пусковую установку, или вот такую вот транспортно-заряжающую. Но и это еще не все. Сегодня оккупанты вновь воют о том, что по Белгородчине, оказывается, стреляют. Ну или, во всяком случае, такие слухи и заявления распространяются в последние пару дней. Одновременно и западная пресса пишет, что последние 48 часов украинцы активно бьют хаммерсами по Белгородской территории. И более того, один из пабликов оккупантов прямо заявляет о том, что вот эти попадания Джмэлэрэс хаммерсов оказываются удачны именно в Белгородской области. Ну что, стоило только Джо Байдену наконец-то дать разрешение на то, что нужно было, конечно, разрешить уже буквально в первые же дни передачи хаммерсов, как ситуация начала резко меняться. И вот уже оккупанты завыли о том, что возможно, возможно, им придется где-то отступать. Ну, во всяком случае, они пишут, что украинцы перешли в контрнаступление под Липцами и в Волчанске, а все благодаря в том числе хаммерсам, которые бьют теперь уже в тыл оккупационной группировки, то есть прямо на территории Белгородской области. Ну что, россияне, стоило только немножко украинскому боксеру развязать руки и хотя бы часть форы отобрать у вас, как выясняется, что вся ваша спесь куда-то делась. Уже не хотите взять Харьков за два дня, а Киев за три дня. Не так ли? Крайне неприятно, когда оружие НАТО наконец-то бьет по российской территории. Но ведь кажется, Владимир Путин всех вас, вашу шовинистическую свору как раз и убеждал в качестве причины, почему начал вообще нападение на Украину. Чтобы обезопасить Россию, чтобы НАТО не напало на российскую территорию. А вот Маргарита Симоньян в ответ на разрешение Байдена даже вновь пригрозила нападением на одну из стран НАТО. Но пока что НАТОвское оружие бьет Россию. А вот угрозы Маргариты Симоньян почему-то никак не сбываются. Но это еще не все. На самом деле сегодня произошел в буквальном смысле самый настоящий взрыв в информационном пространстве. Окупанты пишут, что оказывается в Курской области произошел чрезвычайно неприятный для российских военных инцидент и вероятный, я говорю вероятный, с использованием Хаммерсов. Хотя в данном случае не обязательно было именно Хаммерса использовать. Я думаю, там применялась какая-то другая военная техника. Возможно, ствольная артиллерия. Возможно, это были в пиве Камикадзе. Не уточняется. Но вот что говорится, например, в сообщении целого ряда Z-блогеров. Что оказывается, в Курской области накрыли российскую колонну. Причем, когда она шла на марше, только вот не очень понятно, куда она шла. Вряд ли наступала на Сумскую область, но во всяком случае она двигалась. Двигалась куда-то. И вот момент, когда она двигалась, прилетает по классике, как это было в старые добрые времена, когда россияне наступали колоннами. Сначала в первую, а потом сразу в последнюю машину колонны. Далее начинается огневое поражение того, что осталось в центре. Короче говоря, потери серьезные. Вот что пишут два майора. Третий год войны. Точенные удары по голове и хвосту колонны. Далее враг был по площадям. Машины в центре сумели, как могли, рассредоточиться. Записки ветерана воют. Буквально на прошлой неделе писал про передвижение военных колоннами в 8 километрах от границы. С того момента ничего не изменилось, кроме того, что колонны стали длиннее. Шел третий год войны. Сокрушается он. Воет и ЛПР-1. Если до кого-то еще не дошло, что в зоне возможных обстрелов на наших территориях запрещено передвигаться колоннами свыше двух автомобилей, любые построения свыше пяти человек, совещания, сходки, поздороваться, поручкаться и так далее, когда включится голова у командиров, стонет третий. Роман Алехин тем временем возмущается. Товарищи, в зоне долета БПЛА и Арт. Надо искать разные пути логистики и разбивать группы, особенно когда пути есть, в том числе и безопасные, пусть и расстояния больше, заявили они. Итак, как мы видим, разрешение Байдена, похоже, касалось не только Белгородчины, как все, собственно, уже и поняли. Оно касалось, на самом деле, всех приграничных российских областей. И здесь уже не важно. Есть основания полагать, что та или иная российская военная техника в той или иной области собирается непосредственно идти на штурм каких-нибудь, например, тех же СУМ или не собирается. Теперь это уже не важно. На самом деле, ЖМЛРС будут бить по российской территории, вне зависимости от того, будет наступление или нет. Решение принимают в генштабе ВСУ и отдельные украинские командиры. И если они считают, что военная техника на территории страны оккупанта является легитимной целью, значит, она является легитимной целью. И никто их не осудит. Это действительно новая эра в этой войне, как сказал один из источников, говоривший на днях с западным изданием, комментируя вот эту историю с разрешением бить по российской территории американским оружием. То есть, теперь России, как мы с вами и говорили, придется думать не только о том, как защитить свои войска на оккупированных украинских землях, но как защитить свои войска на своих территориях. А это означает растягивание ПВО, растягивание цепочек логистики и, конечно, растягивание самих военно-технических средств. А теперь давайте вспомним, зачем Путин вообще начал наступление на Харьков. Буферная зона. Ну, во-первых, буферная зона у него не получилось бы в принципе, потому что два небольших участка в двух разных местах, то есть по двум разным осям, это не буферная зона. Тот же Белгород как можно было обстреливать, так и можно обстреливать. И, собственно, это с Белгородом и происходит. Так что непонятно, при чем здесь буферная зона. Во-вторых, буферную зону сейчас украинцы будут делать на российской территории. В-третьих, под Харьковом, как мы видим, российское наступление не только застопорилось, но теперь у россиян, похоже, возникают мысли о том, чтобы, вероятно, отступить с этой территории. Ну и, наконец, в ответ на гениальное решение бучанского местника Владимира Путина вновь попробовать взять Харьковскую область, он спровоцировал пробуждение и брейншторминг в западных столицах, где, наконец-то, поняли, какова цена запрета для украинской армии бить, ну хотя бы по приграничным районам и областям России. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Вы можете поддержать наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает, ваша поддержка позволяет нам работать дальше, повышать качество и увеличивать количество наших материалов. Мира и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok